В начале нашего разговора хотели бы обсудить с вами фото шахедов, этих беспилотников, сбитых над Украиной с надписью «С Новым Годом». Как бы вы прокомментировали вот такие фото и такие надписи на крыльях этих адских машин? Да, вот эта фотография как раз. Ну, это на самом деле совершенно иррациональное действие. Это все организованные Путиным удары по мирным гражданам, по мирным городам, под Новый Год. С учетом того, что действительно Путин заявляет о том, что главная ценность – это Россия, скрепа основная – это семейные ценности. Вот семейный праздник, Новый Год, удары по мирной инфраструктуре, по сути дела, по мирным гражданам. Единственная цель – это испортить людям Новый Год. Значит, вот это действие, оно так же иррационально, как и вся эта война. Потому что вот тут есть любители подсчитывать, они подсчитали, что Путин, когда объявил вот об этой спецоперации, он назвал, перечислил где-то порядка 37 целей этой войны – помощь народам Донбасса, денацификация, демилитаризация, отпор НАТО и так далее. Вавилонская блудница и прочие глупости. Так вот, вот этот удар по мирным гражданам с приветом с Новым Годом, то есть это люди не в состоянии понять вообще, какой эффект они производят. А эффект очень простой. На сегодняшний момент вот та холодная ненависть и презрение, которое испытывает абсолютное большинство граждан Украины, и не только граждан Украины, а вообще всех нормальных людей, уже не только к Путину, не только к вооруженным силам России, не только к военным, но и ко всему, что связано с Россией, к артистам, к фильму, к культуре, к языку, ко всем людям, которые хоть как-то имеют отношение к России, это уже всепоглощающая ненависть, она является результатом вот этих действий. Ну, я не знаю, я сомневаюсь, что именно этого хотел добиться Путин, но он этого добился. Вот Путин выступил с самым длинным новогодним обращением за все время у власти, он был в окружении военных и все время сыпал обвинениями и угрозами, несколько раз обвинял Запад во лжи, использовании Украины для раскола России. Вот как вы оцениваете, да, это обращение диктатора, вот этот фон, военные за спиной, и верхнему ряду почему-то обрезали головы? Нет, ну тут можно разбирать, что называется, по молекулам все это. Во-первых, по росту. Ну, известно, что Путин человек небольшого роста. Ну, прямо скажем, такой маленький мужчина. Вот, и это ничего не значит, на самом деле. Ну, на здоровье, да, бывают люди разного роста. Это никакого отношения к делу не имеет. Но он, видимо, очень комплексует, он старается подобраться. Вот смотрите, вот здесь на фоне этих военных он великан. Во-вторых, он действительно подбирает людей небольшого роста, чтобы на их фоне смотреться нормально. А во-вторых, сама конструкция этого фото, она такая, что вот он огромный Путин на фоне, так сказать, толпы. Ну, и само содержание его речи бессвязное, бессмысленное. То есть, на самом деле, человек за все это время не сказал ни одной внятной мысли. Никак не объяснил вообще, зачем он все это устроил. Вот, вообще, это уникальная война, в которой нет ни одного признака рациональной цели. Вот эта война, чтобы что? Чтобы захватить чужие территории? У России нехватка территорий, самая большая в мире страна, неосвоенные территории. Зачем это нужно? Для того, чтобы, как вот многие говорят, ошибочно совершенно говорят, что эта маленькая победоносная война затевалась для того, чтобы укрепить свою власть. Чушь полная. Потому что ничего не угрожало путинской власти. Он мог совершенно спокойно царствовать лежа на боку до своей смерти сколько угодно. Никаких проблем не было. Ничто не угрожало его власти. Россия под ним лежала, не шевелясь. Никаких проблем не было. Просто это действительно безумие человека, который погрузил себя в информационную капсулу. Ему докладывали о том, что Украина это фейковое государство, которое создан Ленин по ошибке случайно. И на самом деле украинцы это просто такие неправильные русские, которым если российские солдаты придут, они с цветами будут встречать. Это вот в этом мире он действительно на самом деле существовал. И это вот полное безумие, которое он сам себе устроил, оно явилось причиной этой войны. В результате чего человек действительно сейчас не понимает. Он правда не понимает, что происходит. Он действительно не понимает. И в этом состоянии находится глава государства. Он не слушает абсолютно никаких аргументов. Да, я вот хотела спросить, но есть же люди, которые понимают, он их не слышит? Нет, а там другая немножко история. Дело в том, что за 20, уже фактически 23 года его самодержавия произошла зачистка. Вокруг него не осталось людей, которые в состоянии что-то были бы ему сказать. И он слышит только то, что он хочет услышать. И вокруг него только те люди, которые приносят ему информацию, которую он хочет получить. Все люди, которые могли что-то ему сказать, они все давно уже либо лежат в земле, либо эмигрировали. То есть, либо сидят. Ну вот, собственно говоря, вот эта тотальная зачистка приводит вот к такому результату. Его окружение, оно среагирует на ситуацию, когда опасность. То есть, они очень хорошо чувствуют смерть. И вот они среагируют на ситуацию, угроза смерти при Путине должна превысить угрозу смерти от Путина. Вот это соотношение угрозы смерти, так сказать, которое приводит к путинское правление, оно приводит к угрозе смерти, потому что, на самом деле, тотальное поражение может привести к обрушению власти. И в результате там что-то может пойти не так, и их в результате просто выдадут, так сказать, в трибунал. И вот эта угроза смерти должна, угроза гибели фактической, она должна превысить страх перед Путиным. Потому что пока они его боятся, пока они его боятся больше, чем возможного возмездия. Вот какая конструкция реальна. Все остальное не имеет никакого значения. Ну, наверняка, да-да. Вот просто вот это соотношение опасностей, которые исходят от Путина, с одной стороны, и исходят от внешних угроз, которые порождает сам Путин. Вот это вот соотношение решающее значение имеет. Ну, возможно, таких людей много среди военных. Или уже есть, или будет. Вот в генштабе украинском подсчитали, что оккупанты уже потеряли в Украине больше оружия и техники, чем их группировка имела на момент торжения. Об этом сообщало агентство Украинформа, замначальника главного оперативного управления, генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов. Вот вам что-то говорит такая статистика? Те ведь, кто планирует у россиян операции, они ведь понимают, что это очень плохой звоночек. И это вот один из тех звоночков, о которых вы, возможно, сейчас и говорили. Вы знаете, генштаб с самого начала был против этой войны. Это доказывается многими. Я в наших с вами беседах говорил об этом. И то, что там генерал Ивашов, и при всем моем отвращении к этому персонажу, которого я лично знаю, и полковник Ходоренок, это голоса генштаба. Они выступали накануне всей этой операции, во время этой операции, говорили о том, что это безумие. Воевать со всем миром Россия не может. Она фактически воюет со всем миром. Мир изменился. Сейчас уже невозможно вести такие войны, изолировано. Поэтому, так сказать, генштаб с самого начала был против. Заставили, сломали через колено, заставили воевать, поставили перед фактом. Значит, и сейчас делают их из них ответственным. То есть, и плюс к этому, в силу абсолютной неприспособленности к войне российской армии, я не помню сейчас цифру, специально не подсчитывал перед нашим с вами разговором, количество генералов, которые убиты, российских генералов, которые убиты на этой войне. Оно непропорционально большое. И поэтому и российская армия, и верхушка российской армии, и вся российская армия, вплоть до самого последнего мобилизованного. Сколько последняя цифра сейчас убита в Макеевке этих самых мобиков? 400? 400, да. Ну, Министерство обороны России называет цифру почему-то 63. Ну, это понятно. Министерство обороны России может еще сказать, что каждый из этих 63 мобилизованных заодно прихватил с собой на тот свет по десятку украинских военных и голыми руками разломал, так сказать, сотню хаймерсов. Там у нас есть такой специальный генерал Коношенков, который очень хорошо все это рассказывает. Он отвечает за эти цифры. Да, он все, он отвечает, да. Он отвечает там, что российские солдаты плевками сбивают украинские беспилотники. Все это известно хорошо. Значит, это все. Ну, 400, понимаете? Вот 400 человек убито. Только вот одним ударом хаймерса. И я думаю, что вот это вот количество трупов, оно сказывается не на настроении в российском обществе, в российском населении. Российскому населению плевать на количество трупов абсолютно. Во-первых, оно не знает толком, оно слушает Коношенкова. А во-вторых, в общем-то, и большому счету, даже если будет знать, наплевать. А вот военным не наплевать, потому что гибнут они. И я думаю, что вот это как раз обстоятельство может сработать в том числе и на врушение режима. Это как вариант. По крайней мере, такая вероятность существует. А вот унижение военных, вот как вы считаете, матерные выпады такие, да, которые совершенно безнаказанно были в сторону генерала Герасима, вот как их можно расценить? Неужели тот же Пригожин метит на главу Генштаба? Мне кажется, сегодня это самая неудобная и плохая должность, на которую стоило бы метить. Вот, это вот когда, наверное, понимаешь, да, к чему все идет, но при этом с умным видом продолжаешь что-то планировать, рисовать, да, какие-то стрелки на картах, наверное. Ну и вообще вот это само неуважение полууголовных элементов к офицерам, так, ну, каким бы ни было, но кадровым офицерам. Вот, как вы считаете, о чем здесь такое безнаказанное, да, вот неуважение? Уголовники, как всегда, социально ближе к власти? Ну, вы знаете, вот вся эта опричнина, а это же не только Пригожин, это еще и Кадыров, который тоже, так сказать, позволяет все самые разные хамские выпады. Это опричнина, которую Путин наделил правами делать все, что угодно по отношению к земщине. А земщина, в данном случае, это государственная бюрократия и чиновничество, в том числе и военное, чиновничество, генералитет. У них объявлен сезон свободной охоты на генералов, на губернаторов и так далее. Это безусловно, но это и генералы, и губернаторы, это не овечки, которые готовы, так сказать, безропотно будут идти на заклание. Они, конечно, будут сопротивляться. Значит, что касается Пригожина, он, конечно, не метит на роль главы генштаба, поскольку он вообще никто. Это же уникальная ситуация. Это человек, который обладает совершенно безразмерными полномочиями в России, властью, которая... Вот Путин говорил о том, что границы России не кончаются нигде. Так вот, власть Пригожина не кончается нигде. Она и в Африке, она и в России, она и в армии, она и в тюрьмах везде. И вот эта безразмерная власть – это то, что устраивает Пригожина. Он как раз не метит ни на какую должность его... Ну, вы понимаете, то, что называется ЧВК, это, конечно, такая шутка, какая может быть ЧВК, у которой есть собственная авиация, и которая полностью подсоединена к федеральному бюджету. Это частная военная компания, которая сидит на российском бюджете. И это действительно... И он, ну, кроме всего прочего, известно же, что вот реальные ЧВК создаются уже и Министерством обороны. Это батальон «Шторм», еще один батальон. Значит, есть еще, значит, ЧВК, который создали в Луганске под руководством местного бандита Саакяна. Вот. То есть, Саркисяна, вернее. Вот. Поэтому я думаю, что вот это все предвестники будущей смуты. Все вот эти вот мины под российской государственностью, как бы она ни была, там вот под путинский... Это мины под путинский режим. Они сейчас порождаются режимом. То есть, путинский режим сам закладывает под себя мины. И вероятность того, что это в конечном итоге... Они начнут взрываться, и в конечном итоге российская федерация уже не режим, а само государство развалится, это вероятность достаточно велика. Я не могу исключить, что в 2023 году есть вероятность того, что мы увидим заключительную фазу существования Российской империи. Просто вот Россия как исторического проекта. Это возможный вариант. Не обязательно в 2023 году, может быть, это позже случится, но такая версия развития событий тоже существует. Редактор субтитров А.Семкин